Семья Аплитаевых Все началось в 2011 году, когда Аплитаевы увидели в одной из местных газет объявление о продаже дома, расположенного по улице Мира в селе Верхняя Полевая. На телефонный звонок ответила женщина. Она нам объяснила, что в этом доме проживал ее сын и сейчас он в тюрьме. И они живут далеко от села Верхняя Полевая, в другом городе, в Омске, его мать. И за домом некому смотреть. Супруги сначала осмотрели дом снаружи. Согласно свидетельству о государственной регистрации права, он числился незавершенным строительством жилым домом. Оказался достаточно большим, 70 квадратных метров с мансардой, которая в квадратуру даже не входила. Настолько в плохом состоянии было все строение. Но Ольга и Юрий обрадовались. Они долго копили деньги, откладывали, снимали в аренду жилье. Тогда у них был еще один ребенок. В планах было рождение второго. И посоветовавшись, они решили купить дом. Почему купили дом? Потому что он большой, хоть он был в очень плохом состоянии, но видели перспективу, когда мы его представляли, когда мы его отделаем, вложим туда деньги, что места будет много, чистый воздух. Несмотря на то, что собственник дома на тот момент находился в исправительной колонии города Иркутска за совершение тяжкого преступления, супруги Аплетаева в чистоте сделки не усомнились. Ведь мать осужденного, ну может и не мать совсем, заверила их, что сделку купли-продажи дома проведет ее старший сын на основании доверенности данной заключенным. Назовем собственника дома Сергей Разин. Он еще появится в жизни Ольги и Юрия. И так сделка купли-продажи состоялась в конце 2011 года. Вот брат его родной, который был здесь, находился, он съездил к нему, туда привез доверенность. Доверенность на продажу на брата, там регистрационная палата, все это проверяла как бы юристы. И мы были уверены, что все по закону. Стоимость дома и прилегающего к нему большого земельного участка оказалась 1 миллион рублей. Оплетаевы очень торопились поскорее заехать в новый дом, поэтому незамедлительно начали строительство. Работы предстояло много, а соответственно требовали серьезные вложения. На ремонтные работы потратили два материнских капитала на сумму 387 тысяч 640 рублей и 329 тысяч 940 рублей. Кроме того, в 2013 году супруги Оплетаевы оформили займ на строительство 409 тысяч рублей. Итого 1 миллион 126 тысяч 580 рублей. И это только те затраты, которые документально подтверждены. Посмотрите, каким дом выглядит сейчас. Вместо 70 квадратных метров с учетом пристроя и мансарды, он сейчас 127 квадратных метров. Семья любит собираться в столовую. У старшего сына своя комната на втором этаже. У Вероники и Агаты в скором времени тоже должна была появиться своя комната. Летом планировали, тем летом еще планировали закончить отделку, но все приостановили, так как в связи с подачей заявления о возврате, о том, что мы незаконно якобы купили там. Сначала сюрпризом стало заявление о мошенничестве, поданное на Юрия. Выйдя из Иркутской колонии, Сергей Разин вернулся в Шадринск и подал заявление на Юрия в полицию. Которому казал, что никакой доверенности на продажу дома на имя своего старшего брата он не выдавал. Подпись поддельная, а значит сделка ничтожна и он требует вернуть его дом. Следователь отказал в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, но Разин на этом не успокоился. Он очень хочет вернуть дом, но уже не нежилое помещение, а уютный дом с хорошим ремонтом. Ему совсем не важно, что многодетная семья окажется на улице. Годы, проведенные за решеткой, не прошли даром. 48-летний мужчина умеет отстаивать свои права. Сейчас в Шадринском районном суде на рассмотрении находится исковое заявление Сергея Разина, в котором он просит признать сделку недействительной и применить последствия недействительности. Вернуть ему дом и земельный участок. Сейчас он говорит даже такие речи, что к маю можете до мая жить, а к маю уже возможно готовиться к усилению. Тяжело представить наше поведение, если все закончится не в нашу пользу. Как-то надо набраться сил, терпения. Но будем надеяться, что справедливость восторжествует, что органы помогут нам разобраться до конца в этой ситуации и наказать организатора, кто это все. По документам видно, что Разин твердо решил выгнать многодетную семью на улицу и заехать в отремонтированный дом. Он попросил суд назначить подчерковическую экспертизу доверенности, на которой, как он уверяет, стоит не его подпись, в результате чего он сам стал жертвой мошеннических махинаций. Кроме того, Разину мало просто отобрать дом у многодетной семьи. В уточненных исковых требованиях он просит взыскать с них моральный вред в сумме 100 тысяч рублей. Внимание! Так как он испытывал и испытывает психологические страдания, связанные с утратой своего дома. По всей видимости, он считает, что семья Аплетаевых никаких психологических страданий не испытывает. Ведь всего лишь на кону все потраченные деньги и возможность с тремя детьми оказаться на улице. В связи с этой ситуацией ложишься спать, думаешь о ней, просыпаешься утром и сразу эти мысли в голове. Сейчас подчерковеческая экспертиза назначена. Следующее судебное заседание состоится 20 марта. Мы поприсутствуем в судебном процессе и будем держать вас в курсе событий.